Первая Кота-кафе открылась в Барнауле. Здесь можно не просто перекусить, но и пообщаться с пушистыми котами. Барнаульское Кота-кафе отличается от аналогичных заведений в других городах. Его постоянными жителями стали кошки из приюта Ласка. Животные чистые, здоровые и приучен к лотку. Всех надеются пристроить в добрые руки. В Барнауле начали готовиться к Новому году. До него осталось всего два месяца. Стали известны некоторые детали самого ожидаемого праздника. Как рассказали в пресс-службе городской администрации корреспондентом Комсомольской правды на Алтае, главная елка откроется на площади Сахарова 29 декабря. Также по традиции там построят снежный городок. Детальная концепция оформления еще прорабатывается, но известно, что освещение останется в стиле прошлого года. Потратить на снежный городок планируют порядка 8 миллионов рублей. Помимо городка на Сахарова, на Новый год украсить планируется и пешеходную улицу на Молотобольской. Не исключено, что там проведут конкурс следовых фигур или сделают горку для детей, которая простоит до самой весны. Красавица с Алтая стала вице-мисс Азия-Сибирь. В Красноярске прошел конкурс красоты «Мисс Азия-Сибирь-2018». Представительница республики Алтай завоевала титул второй вице-мисс, пишет Политсибру. За корону и титул боролись девушки из республики Алтай, Тыва, Якутия, Хакасия, Бурятия и Башкортостан. Участницы в четырех выходах демонстрировали знания родного языка, народных традиций, обычаев и культуры. Студентка Гурналтайского педагогического колледжа Айша Майлот завоевала титул второй вице-мисс, а корону победительницы вручили представительнице Якутии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова